добрый вечер девочки мы очень рады что вы сегодня с нами сегодня мы будем с вами смотреть технологии наращивания на арочных типсах это скоростное наращивание делается на 2 раз быстрее чем на формах за счет уже готовой основы давайте смотреть что нам понадобится сегодня для мастер-класса а сами непосредственно сами арочные типсы что они себе представляют ну такие вот прозрачные типсики с выраженной улыбкой и с пиленными боковыми гранями для того чтобы нам было удобно накладывать их под любой ноготочек не важно какой он анатомический изначально то есть такой типс подойдет под любые ноготочки помните как у нас раньше было для каждой специфической формы своя коробка типсов сейчас этого нет значит мы ноготочек готовим как обычно по типсике убираем длину полностью для этого используется пилочка для натуральных ногтей кутикулы мы аппаратом передник тириги аппарата мы уже обработали бафиком по ноготочку прошлись сам типсик мы подобрали таким образом чтобы он четко был продолжением своего ногтя для наилучшего сцепления мы используем клей а риски розовый ставим капельку на типс лево право то есть на каждом этапе мы с вами контролируем время подносим типсик под углом 45 градусов аккуратненько опускаем я например помогаю своими ноготочками уголочки закрепить безупречно должен клей распределиться по поверхности типса если немножечко попала под ноготочек то буквально в течение дня несколько раз вымыв ручки этот клей уйдет значит для того чтобы если мы захотим сделать более выраженную арку мы можем этот типсик немножко согнуть данном случае у нас ноготочки наша моделька попросила сделать натуральные то есть небольшой совершенно длины вот мы сделали на всех ноготочках френч камуфляж с французским квадро кварталом это пудра изи фло сейчас мы начнем делать и вам ее покажу и в итоге конечно нам слишком выраженная арка здесь не нужна но если бы у нас был длинный ноготь посмотрите да то есть сам ноготочек уже изначально имеет очень выраженную арочку для того чтобы она сохранилась после выкопки материала можно использовать вот такой пинцет для поджатия либо вот такие прищепочки я думаю что тем кто занимается моделированием ногтей все эти инструменты приспособления знакомы все это можно использовать и при моделировании на таких типсах для того чтобы убрать длины я буду использовать такой типсорез он уже непосредственно с коробочкой для сбег с биксом точнее для сбора типсиков чтобы никуда они не отлетели вот мы подставляем убираем длину таким образом чтобы у нас подходила по длине со всеми остальными ноготочками оставили только один для образца значит для того чтобы подготовить типс уже к выкопке материала требуется совсем немного времени мы придадим форму типсику выведем параллельки и буквально за несколько секунд пройдемся по всей поверхности типса этого нам будет достаточно чтобы типс уже был готов к дальнейшей работе даже без поджатия еще раз сейчас покажу как бы сам ноготочек имеет естественный изгиб нет такой плоскости как вот раньше если вы обращали внимание моделирование на типсах каким образом это было то сейчас пожалуйста посмотрите видно будет на именно арочку обратите внимание на арку то что она все на присутствует не как бы есть изгиб несмотря на то что сам ноготочек у нас маленький сам по себе если какие то вопросы у вас процессе вот наши нашего мастер-класса будут возникать пожалуйста спрашивать потому что сама технология достаточно простая необходимо только потренироваться на саму сам ноготочек наносим праймер и уже можем выкладывать материал работаем мы на alex nails это и мономер и пудра прозрачные камуфляжная их фирмы единственное что конечно для спецэффектов я иногда беру из слов данном случае как я вам говорила французский квартал сейчас покажу как он здесь банки это одна из моих любимых пудр за счет своих вот таких вот мелких мерцающих элементов конечно производит впечатление мы сделаем небольшую растушевочку в один слой по всей поверхности ноготочка потому что в данном мастер-классе мы будем показывать как нам из наших акварельных цветов которые мы заполонили последнее время перископ сделать аквариумный эффект небольшой тонкий слой до делали сделаем растушевочки чтобы ноготочек был такой полупрозрачный легкий кисть для работы у меня 508 это тоже изисло одна из любимых мои кистей немножечко у нас подсох должен подсохнуть акрил на его поверхность мы сделаем с вами два элемента акварельных цветов используя гей-лак из набора номер один чарующий леника значит цвет у нас будет марсала подушка белая леди вайт значит для рисуночка будем использовать нулевочку кисточку сами элементы будем располагать таким образом чтобы потом уже после того как мы опилим этот ноготочек у нас оставалось местечко для еще одного элемента цветка то есть мы сделаем два цветочка внутрь и один сверху будет такое ощущение как будто 3d у нас цветы до нарисованы помните мы это делали сами с акриловой лепочкой то же самое будет у нас теперь с нашими цветами сделаем такие небольшие два островка белой основы и капельной техники выполним узорчик наши любимые трафаритные розочки сразу обратите внимание не начали раскрываться давай чудливые элементики немножко большую капельку но кстати говоря здесь испортить совершенно невозможно я просто когда буду уже делать сверху сам в третью розочку я немножечко заеду на это время для того чтобы нам придать торжественности ноготочков я использую вот такой гель арабеска тоже не канадийский золотой выполню и небольшой кантик по нашим цветочкам сейчас пока у нас будет высыхать ноготочек мы эти же элементы повторим с вами на типсиках небольших потому что все равно возникают вопросы девочки хотят посмотреть как же все таки легче проще рисовать в этой технике мы делаем такой кантик и можно поставить нам лампу в комби лампе сохнет ультрафиолет две минуты покажу как бы эти элементы более крупном так скажем размере чтобы было удобно рассмотреть детально уже не раз мы говорили что эта технология такой степени проста что можно ставить просто точки даже и уже как бы сами точки будут очень хорошо смотрится если вы не умеете вообще никакие элементы рисовать точечки то просто вы сможете поставить уже сами точки создают вот такой как бы эффект уже есть рисунок тем более что ведь не все же любят цветочки на ногтях да хочется чего-то другого вот пожалуйста немножко можно увеличивать значит сами гейлаки старайтесь прикрывать крышечкой потому что они даже под обычным цветом могут немножечко заветриться для того чтобы нам сделать следующий элемент нам нужно тогда закончить формировать наш ноготочек то есть мы будем использовать прозрачную пудру кстати говоря может добавить этот рисунок еще бульон очками да с элементами слюды то есть это уже по вашему желанию мы сделаем возьмем прозрачную акрил алекс нос и перекроем наши элементики ты готов наш типс на такой длине мы можем работать в два шарика акрил не нужно сушить под лампой как вы знаете он сейчас высохнет на свету но один ноготочек всегда делать дольше чем все ноготочки смотрим как у нас отношение на высшей точке все хорошо попросит нашему немножечко до подождать а мы в это время сделаем еще один элемент наши тоже марсалы на белом фоне только уже сделаем цветочные элементы все время до задают мне вопрос потому что как лучше наносить основу белую я могу сказать что я ее наношу не по непосредственно на базу никаких подложек я больше не делаю подложечку я делаю только на черную основу это уже другие наборы ложится она должна не толстая не тонко достаточно для того чтобы как бы эффект по мокрому сработал ну и в то же время не должно быть толщины иначе вы знаете что что чем это чревато кожица материал простыми движениями как я говорю дизайн называется не заморачиваемся все переходы у нас получаются сами собой то есть сам лак формирует нас сегодня было на занятие девочка сколько я не смотрела вас перископе когда все таки я попробовала сама и взяла в руки все эти гель-лаки я наконец-то поняла в чем чем дело и почувствовал этот ну как сказать прелесть этого что я художник не умею рисовать как бы да вообще не занимаясь этим направлением она смогла повторить этот рисуночек была счастлива для того чтобы нам проверить высох у нас акрил или нет значит все хорошо акрил у нас высох теперь будем выполнять опиливание для опиливания я использую две пилочки на 100 гриды на 180 и бафик для выравнивания поверхности безупречное выравнивание да первоначально беру пилочку пожестче вывожу боковые линии дальше мысленно делаю ноготь на три части начинаем с левой боковой грани снизу введя пилочку к кутикуле двигаясь около кутикуле но не близко где-то под углом 10 градусов я формирую подъем уже для наивысшей точки для формирования наивысшей точки далее обработаю боковую грань проверяю наивысшую точку дальше переходим на зону свободного края формируя свободный край арочку внешний конвекс безупречно чтобы толщина нашего ноготочка была не толще банковской карточки для того чтобы проработать более тщательно пазухи и линию кутикулы я беру помягче пилочку более тщательно свожу материал на нет в этой зоне чтобы вы знаете чтобы здесь все было безупречно отполировано это необходимо по многим факторам для того чтобы красиво отрастало и для того чтобы здесь не задерживался ни влага ни жироподобные вещества все должно быть сведено на нет еще разочек проверяем параллели формируем свободный край с желанием клиента слегка заковыренными краями боковые линии должны быть четким продолжением самого ноготочка арочка должна быть на всем ее продолжение одинаковой толщины теперь бафиком выравниваем начиная опять же с левой стороны повторяя движение все один за другим вы сможете автоматизировать свою работу и довести скорость до необходимой то есть ноготочки под лак акриловые на арочных типсах за час это возможно без потери качества конечно же ноготочек у нас готов вы знаете что в принципе акрил можно не покрывать прозрачным покрытие можно просто полировать его до блеска на данном случае мы с вами будем использовать еще ангель красочки все обезжили нужно ноготочек и оформлю еще один элемент на ногти непосредственно на ноготочки то есть используя те же самые материалы которые мы использовали в начале марсалу арабеску и белую основу маленький элементик нанесем поверх да получается немножко заходя на те цветы которые у нас внутри были и формируем цветочек уже на этом новом островочке марабесочкой мы пока ну как бы я конечно здесь золото наверное переборщила как бы мы решили просто что надо его побольше это было желание модели все вы знаете как бы любой каприз до выполняем здесь тогда я тоже добавлю немножко листиков чтобы у нас это все было закончено это как бы гей ложится очень тоненько можно самые тонкие по рисовке им делать все мы подсушим теперь наш и добавить что в набор номер один никанагель чарующая легенда входит кроме коричневого еще синий розовый и черный цвета мне каждый раз просто спрашивают можно нашей группе как бы официальной группе на канале посмотреть эту информацию в товарах там все наборы очень подробно описаны как бы их и цвета и образцы работ все это можно посмотреть все есть ну конечно что мы что нам остается сейчас делать это покрыть финишом я использую финиш алекс нил без липкого слоя чтобы опять же лишний раз не тратить на снятие липкости время сушим лампе теперь хочу показать готовый результат те ноготочки которые мы сделали на типсиках вы видели с какой скоростью выполняли я думаю что вы со мной согласитесь что выглядят они естественно мы сделали на двух ноготочках такой же дизайн как мы с вами смотрели на остальных мы выполнили декоративный такой очень нежный френч из этого из этой же пудры французский квартал как бы вы можете сбоку посмотреть да вот как они смотрятся то есть везде подъемчик спуск все как бы выполнено в связи с как сказать учитывая архитектуру ногтя теперь наносим маслице на кутикоку на остальные кутикоку мы уже масло нанесли подготовили да все заранее посмотрите вот наш как-то готовый вариант красивенько так и поставить пожалуйста надеюсь что вам понравилась наша работа сегодняшняя она Продолжение следует...